Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен, человек, которому Господь не уменит греха, и в чём духе нет лукавства. Когда я молчал, обвещали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих ввод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое, над Тобою. Не будьте, как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а упывающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные. Торжествуйте, все правые сердце. Данный псалом представляет собой торжественную песнь человеческой души, которая испытала на себе милосердие Божие. По замечанию некоторых толкователей, этот псалом имеет очень тесную внутреннюю связь с самым известным псалмом святого царя и пророка Давида – псалмом 50. Последний, как мы знаем, составлен Давидом по следующей причине. Однажды Давид с кровли своего дома увидел красивую женщину по имени Вирсавия. Эта женщина была женой некоего весьма храброго иудейского воина Урии. Страсть настолько пенила Давида, что он решил специально отправить Урию в максимально опасную военную точку, где его обязательно убили бы в сражении. И после того, как план Давида сработал, царь беспрепятственно смог взять жену убитого воина себе в жену. Однако данный поступок не остался незамеченным. Сразу же после смерти Урии к Давиду пришел пророк Нафан и обличил царя в грехе. В состоянии раскаяния Давид и составил знаменитый 50-й псалом. Если 50-й псалом является псалмом покаянным, в котором изображается печаль человеческой души о содеянном грехе, то рассматриваемый нами 31-й псалом – это фактически послесловие, некий результат, принесенного человеком раскаяния. В 50-м псалме псалмопевец только просит Господа очистить его грехи, а в 31-м псалме уже повествует нам, насколько прекрасно то чувство, когда грехи прощены. Данный псалом так и начинается. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Блаженный Феодорит Кирский поясняет, истощившись в сетованиях и непрестанных слезах о грехе и впавшей за оной в бедствия всякого рода, достойными удивления и блаженными называют тех, которые по человеколюбию владыки приняли оставление согрешений. «Ибо столько щедр к ним Бог, что не только оставляет, но и покрывает грехи, и не остается даже следов их». При этом псалмопевец указывает и сам путь, посредством которого человеку могут быть прощены его беззакония. «Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Таким образом, прощение грехов зависит от искреннего раскаяния в них. Святитель Ян Злату замечает, «Никогда Бог не отвергает искреннего раскаяния, но хотя бы кто дошел до самой крайней порочности, а потом решился бы возвратиться опять оттуда на путь добродетели, и такого он принимает и приближает к себе, и делает все, чтобы привести его в прежнее состояние». Вполне очевидно, что человек, получивший от Бога прощение своих грехов, не может испытывать в своей душе ничего иного, кроме радости. Святой пророк Давид поэтому и завершает данный псалом призывом к радости. «Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, благословите все правые сердцем». Бог возвращает человека к себе. Может ли быть что-либо более радостное для человека? Бог дает нам возможность начать жизнь заново. Разве это не повод для ликования? Слезы покаяния, по замечанию преподобного Иоанна Лесвичника, есть не что иное, как продолжение ввод крещения. Следовательно, покаяние, искренние и чистосердечные, способно изменить человека, духовно преобразить его. Вовсе не случайно, что 31-й псалом используется во время совершения таинства крещения. Крещение есть таинство, благодаря которому мы входим в благодатное Царство Божие, Его Святую Церковь. Однако для того, чтобы войти в это царство, мы должны отказаться от прежней греховной жизни. По этой причине в таинстве крещения человек не только возрождается духовно, но и омывается от всех своих прежних грехов. Все, что было до крещения, остается в прошлом. В прошлом, которого уже никто не вспомнит. Даже Бог. Однако ответственность человека за дальнейшую жизнь не только не уменьшается с принятием крещения, но наоборот, повышается. Грех, совершенный после крещения, намного тяжелее, чем тот же самый грех, совершенный до просвещения человека светом Христовой веры. Потому что грех, совершенный после крещения, это осознанное нарушение воли Божией человеком, обещавшим Господу хранить его заповеди и соблюдать его закон. В Евангелии это описывается следующими словами Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. «Раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойные наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Помню об этом, будем стараться никогда не очернить те белоснежные одежды, которые мы приняли в Таинстве Крещения, но всегда жить заповедями Божьими, потому что именно в них основание нашей надежды на вечную и блаженную жизнь в Господе нашем Иисусе Христе, которому слава подобает всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Редактор субтитров А.Семкин